Здарова! Это Шамшурин и история стара как мир. Значит, в чате парень написал «Доброе утро!». Вопрос такой. Общался с девушкой лет шесть назад. Накосячил где только мог. Сейчас закрыл более-менее все свои проблемы с дамами. Переехал, оказывается, в другой город. Оказывается, она тоже в этом городе. Хочу попытку номер два с ней. Но как-то ссыкотно общаться. В прошлый раз было много негатива. Знаю, что лучше не делать мозги, но хочу закрыть этот гештальт. Вопрос в том, как к ней подъехать или подкатить. Подъехать сейчас. Подъехать. Вот. Значит, когда человек говорит, что он закрыл все свои проблемы с дамами, и тут же говорит ему ссыкотно какой-то там подкатить, ну, для меня это очень странно. Эта ситуация вообще очень распространенная. Сейчас я с оператора уберу насекомое. Вот. Значит, ситуация очень распространенная, да. И очень многие мужчины оказываются в такой ситуации по понятным причинам. Сейчас объясню. Я попросил его подробности и говорю, давай подробности. Вот. И, в общем, он прислал подробности. Постараюсь разложить поподробнее. Постараюсь разложить поподробнее. Общался с ней еще во времена учебы в институте. Тогда, естественно, делал то, что делают все, в принципе. Ясно. Обдарил цветочки, какие-то знаки внимания. Пытался показаться хорошим. То сделал все типичные ошибки. В общем, все просто делать не нужно было. Я испробовал. Но это хорошо, потому что человек хотя бы, как говорится, пробовал. Сейчас. Секунду. Естественно, это ничего не дало. Вот. Это ничего не дало. Потребовать что-то. Ну и, соответственно, просто разругались, разбежались. После этого уже пришел в твою тему. Купил книжку, курсы стал заниматься. Был какой-то... Ну вот тут у меня очень много вопросов. То есть, если человек купил книжку и курсы, в них достаточной информации, чтобы сейчас, в данный момент, не задавать такой вопрос, как мне вернуть женщину из позапрошлой жизни, из детского садика и так далее. То есть, если все это внедрить, то результат точно будет другим. Эффект. Ну, так получилось, что перебрался сейчас в другой город. Перебрался сейчас в другой город. И оказалось, оно тоже. И оно тоже. Совпадение. Не думаю. Вот теперь думаю, с чего начать. Хотелось бы проверить на ней, так сказать, все свои знания. Все свои знания, которых по факту нет. Потому что начиналось в целом все неплохо. Были какие-то взаимные знаки внимания. Но, естественно, своими подкатами все испортил. Ну, вот сейчас как-то с другими девушками проблем нет. Ну, слушай, когда человек задает вот такого плана вопрос, да, что с другими девушками проблем нет. Я считаю, что его ситуация выглядит так. Нет девушек, нет проблем. Потому что, как понять, нет с другими девушками проблем. Ты переехал в другой город. Я думаю, там полно замечательных, классных, красивых, добрых, там, не знаю, нежных женщин. Иди, знакомься, ходи на свидание, ищи себе ту, которая тебя устроит. То есть, я вообще не вижу в этом проблемы. Дальше. Как будто возвращаешься в то время. Горизонт. Чувствуешься вообще очень уверенно. Но хотелось бы как-то попробовать свои силы на ней. С нее все началось. Хотелось бы завершить эту историю. Вот думаю, с чего начать. То есть, как можно думать, с чего начать? Ну, хорошо, если мы даже берем женщину из прошлой жизни, из детского садика, которую знал 500 лет назад, еще там, в докембрийском периоде, во времена динозавров. Не трясись. То есть, с чего начать? Берешь, звонишь ей и говоришь, там, привет, это я. Я хочу тебя увидеть. Давай увидимся, выпьем чай и поболтаем. То есть, в чем проблема? Взять и позвонить. Проблема в том, что страшно, да? Вот и вся проблема. Поэтому люди начинают думать, а может быть, мне написать в социальных сетях, а может быть, мне там на снегу вот так вот написать, там, Маша, я тебя люблю, выходи. То есть, не надо трясти телефон нормально снимать. Вот. Ну, какие еще бывают варианты? Писать в соцсетях, ну, было бы банально. Банально. Думаю, может пересечься как-нибудь с ней. А я думаю, все-таки надо запустить воздушный шар, такой большой, с надписью Маша. Я все еще тебя люблю, несмотря на то, что мы последний раз виделись в детском саду с тобой. В реале, в городе, есть возможность это узнать. Ну, в общем, смотрите, там дальше еще идет продолжение, но, как бы, история стара как мир, и она распространенная, как, не знаю, как что-нибудь. То есть, если вы не можете себе создать выбор, то есть, у вас нет выбора женщин. В этом городе, в другом, там, люди едут на курорт, думая, что вот я туда приеду, и там, может быть, кого-то найду. То есть, это все иллюзия. Вокруг вас куча женщин. Вот просто я гарантирую, что в радиусе, там, не знаю, 500 метров, вы найдете несколько красивых девушек прямо сейчас, где бы вы ни находились. Даже если вы у себя в квартире выйдете из подъезда и увидите. Выбора нет, потому что страшно, потому что вот просто напрямую пойти и заявить о своих, там, нормальных мужских намерениях, типа, ты мне нравишься, давай общаться. То есть, для этого почему-то у вас духу не хватает. Вы начинаете изобретать суперспособы. И когда вам страшно, вы вынуждены прибегнуть к такому проверенному дедовскому методу, когда вы начинаете искать какие-то свои старые контакты. Там, женщину из прошлой жизни, там, женщину, там, из яслей, из школы, из института, вспоминать, как вы дружили. То есть, это все от недостатка выбора. Если вы сами не можете решить эту проблему, это легко решается с помощью моих курсов. Но человек говорит, я их проходил. Я не знаю, что ты там проходил. Если бы ты их проходил, в моих курсах предполагаются практические упражнения и задания. Если ты их не делаешь, ничего не изменится. Это вам не теория. Теорию смотрите на других каналах, там теоретиков хватает. Если вы сами не можете это сделать, то с 15 по 18 декабря я и моя команда приглашаем вас и тебя, в частности, мой дорогой собеседник, на мой новогодний тренинг-практика, который пройдет в Москве с 15 по 18, по-моему, декабря. Значит, что будет? Мы сделали скидку для всех, кто полетит издалека. То есть мы компенсируем им дорогу, чтобы каждый мог прилететь. То есть стоимость билета мы вычтем из стоимости тренинга. А также для всех есть новогодняя беспроцентная рассрочка. Это для тех людей, которые сейчас не готовы потратить там сразу эту сумму. Но это лучшая инвестиция в себя, лучший подарок самому себе. Ребят, хватит себя обманывать. Ссылка на практику здесь внизу. Ждем вас. Вырубай.